Проект по построению волоконно-оптических линий связи в сельских населенных пунктах не останавливался и во время карантина. В результате крупнейший оператор страны подключил к широкополосному доступу 81 село Западно-Казахстанской области, увеличив количество пользователей сети почти в треть. Также начаты работы по развитию мобильных сетей сотовой связи 3G и 4G в сельской местности. Таким образом, базовые станции мобильной сети появятся в 72 населенных пунктах. В Западно-Казахстанской области полностью реализованы два этапа проекта обеспечения широкополосным доступом сельских населенных пунктов Республики Казахстан. Раньше многие районы региона были подключены к магистральным узлам телекоммуникации, которые имели малую пропускную способность. Это создавало серьезные трудности для обеспечения качественной связи в госучреждениях, районных центрах и сельского населения. Особенно ощутимо сказалось в период карантина, когда школы были вынуждены перейти на онлайн-обучение. Сейчас со строительством ВОЛС данная программа решается активными темпами. Например, в Касталовском районе на сегодняшний день к высокоскоростному интернету подключены 11 сельских населенных пунктов. В наш район были проведены волоконные оптические линии связи. Такие поселки, как Касталовка, Бостандыхт, Нурсай, полностью обеспечены высокоскоростным интернетом. В остальных 8 населенных пунктах интернет проведен в сельские акиматы, школы и медпункты. Также подключены и абоненты. Например, в Касталовке 600 абонентов, в Бостандыхт 145 и в поселке Нурсай 60 абонентов. В дальнейшем планируем подключить таких сотовых операторов, как Алтел и Теледва. В течение двух лет с начала реализации проекта в Западно-Казахстанской области были проложены 2300 километров волокон оптических линий связи, что обеспечило интернетом 12 районов области. А это порядка 300 государственных учреждений, школы, больницы, участки полиции. Работы выполнены с опережением на три месяца от графика работы. На данном этапе создана оптическая транспортная инфраструктура для передачи большого объема трафика. Это включая крупные райцентры, это Сайхин, Женебек, Касталовка, Сырым, Джампита и Карутюба. Вот крупные райцентры и практически во всех районах сельские населенные пункты. Вот в этих пяти перечисленных районах центров у нас были радиорелейные линии связи, очень загруженные каналы были, и мы не могли предоставлять там высокую скорость интернета. На сегодняшний день начаты работы по развитию мобильных сетей сотовой связи 3G и 4G в сельской местности. Согласно проекту, до конца года планируется построить базовые станции мобильной сети в 72 сельских населенных пунктах.